приветствую вас снова на нашем канале и сегодняшнее видео я решила посвятить ответу на вопрос который довольно таки часто задавали последнее время наши подписчики это уход за кожей после или до бассейна и спортзала в общем как ухаживать за кожей правильно если вы посещаете спортзал или бассейн на самом деле все нюансы ухода за кожей они относятся даже не только к спортзалу и бассейну а вообще если вы вынуждены почему-то посещать общественные помывочные если можно так выразиться и бассейн в данном случае он еще больше усугубляет какой-то негатив по отношению к коже и кстати волосам потому что в бассейне вода дезинфицируется как правило используются какие-то специализированные растворы или это может быть хлорка да или может быть какие-то более современные варианты но которые тоже не слишком лояльно относятся к коже и поэтому если вы регулярно ходите в бассейн либо пользуетесь например какими-то душевыми в спортзале и вариантами бань да или саун то вот эти правила конечно хорошо бы соблюдать и первое правило это мягкое очищение кожи то есть чем больше агрессии внешней среды приходится на нашу кожу тем более мягко за ней надо ухаживать а самое главное очищать поэтому среди очищающих средств естественно на первом месте лично для меня будет наш гель очищающий сколько глюкозидом в качестве в качестве моющей основы не нужно использовать средства с лорет лориал сульфатом то что они пересушивают кожу достаточно агрессивно на нее воздействует разрушает нашу микрофлору нормальную поэтому если у вас есть мягкое очищающее средство то это уже 50 процентов успеха кроме того кожный иммунитет тоже страдает если постоянно на кожу воздействует агрессия вот этих вот антисептических растворов из бассейна и так далее и тому подобное кислый ph это наш друг поэтому после завершения умывания нам желательно использовать тоники со слабокислым и хотя бы нейтральным ph до чтобы он быстро устанавливался и вот например тоник с ахокислотами это будет оптимальный вариант желательно конечно в идеале с собой даже и вот туда в бассейн или спортзал взять чтобы после умывания закончив свои спортивные занятия им воспользоваться третий такой важный постулат это восстановление барьерной функции кожного иммунитета ну не только за счет поддержания паш но и за счет стимуляции роста нормальной микрофлоры для это у нас есть прекрасная совершенно сыворотка про биоскин с про и пребиотиками которые можем использовать опять-таки кожа пересушивается когда мы ходим в бассейн зачастую опять-таки и волосы кстати тоже про волосы тоже надо помнить и поэтому она нуждается в дополнительном увлажнении тут нам в помощь конечно же сыворотки с маломолекулярными формуле с формами гиалуроновой кислоты это 3d увлажнение с видами гиалуроновой кислоты и интенсив омоложение с двумя видами гиалуроновой кислоты они будут глубоко увлажнять кожу эпидермис и соответственно будут опять-таки способствовать восстановлению барьерной функции не злоупотреблять антисептическими какими-то препаратами то есть не нужно как некоторые делают протирать после бассейна кожу хлоргексидином сама вода из бассейна она уже достаточно агрессивно поверите на нее подействовало поэтому мягко умывающего средства и тоника с кислой ph будет вполне достаточно только при поврежденной коже возможно использование каких-то антисептических средств короткое время что еще важно да естественно гигиена гигиена нужна обязательно если вы используете просто душ после спортзала или уходите в бассейн то есть резиновые тапочки обязательно должны быть собой это все конечно знают то есть и для профилактики какой-то возможной грибковой инфекции нужно тщательно высушивать кожу стоп ну вообще хорошо себя высушивать после посещения таких общественных помылочных вот и использовать какие-то профилактические средства я например с собой вот у меня пакетик как раз с которым я раньше ходил в бассейн в последнее время кстати благодаря пандемии точнее из-за пандемии не приходится это делать к сожалению но вот это вот у меня сохранилась с тех пор и у меня прекрасно совершенно всегда с собой крем я люблю гиволевский с профилактическими компонентами грибковыми в составе и я с собой беру мягкий шампунь и мягкий бальзам для волос потому что волосы страдают тоже к сожалению от бассейновой воды поэтому надо их тоже мыть специализированными средствами вот еще я честно говоря может быть кто-то скажет что я слишком заморачиваюсь но для меня важно чтобы полотенце было свое потому что некоторые спортзалы и бассейны предоставляют общественные полотенца возможно они чистые возможно кто-то сравнит их с полотенцами из гостиницы вот но желательно конечно чтобы полотенчика было свое очень удобно использовать тоненькие микрофибровые полотенца аля там из декатлона они мало места занимают или из вафельного код материала и собственно это несложно взять с собой их естественно нужно после посещения спортивного вот этого занятия дома постирать не оставлять до следующего раза особенно в мокром пакете вот шапочка в бассейн тоже необходимо не только для того чтобы не засорять бассейн своими волосами а для того чтобы как раз предохранить максимально волосы от воды с растворенным не всякими защитными веществами антибактериальными которые присутствуют бассейн что еще важно если вы занимаетесь там йогой пилатесом и так далее и у вас общественной коврике там то ну малой крови вы можете конечно свое чистенькое полотенчика на нем расстелить а если очень хотите как говорится заморочиться можете со своим ковриком ходить вот это тоже добавить скажем так гигиена и но естественно не глотать воду в бассейне это понятно вот что же делать после зала в заключении хочу сказать что если кожа действительно у вас склонна к воспалениям например то после бассейна спортзала и так далее желательно использовать те средства которые будут создавать опять-таки кислый паш на лице то есть более жесткий вариант это сыворотки с аха кислотами аля наш альфа дерм с миндальной кислотой комплексом аха кислот и более мягкий вариант это гель пектиновый который можно использовать круглогодично он содержит цитрусовый пектин и тоже имеет слабокислый паш около трех с половиной тире четыре таким образом мы кожу защитим подстегнем немножко кожный иммунитет вот и в принципе предотвратим возникновение каких-то воспалительных элементов без использования каких-то антисептиков лишний раз вот но в принципе ничего страшного не будет если вы вместо например слабокислого средства своей привычной какой-нибудь легкой сывороткой увлажняющей воспользуйтесь после бассейна и соответственно можете точно также поухаживать за кожей при помощи увлажняющего средства еще такой маленький лайфхак могу сказать у нас есть новинка наша церамид скин сейвер силиконово-масляная сыворотка с церамидами которые используются и для защиты от мороза и для атопичной сухой кожи вот и на самом деле вот эта штука она очень хороша если взять немножечко стереть между руками для нанесения на кончике волос у кого кончики страдают очень сильно особенно при посещении хлорированной воды в бассейне то можно вот эту вещь носить не только на кожу лица можно аккуратненько нанести на кончике волос это такой лайфхак лично вот наверное все что я хотела сказать про посещение спортзала и бассейна и ухода за кожей до и после то есть основные постулаты мы с вами вывели мягкое очищение гигиена и слабокислые или интенсивно увлажняющие средства после посещения этих мероприятий и в процессе ухода за кожей в период того времени когда вы занимаетесь активно спортом и если у вас останутся вопросы то с удовольствием отвечу на них в комментариях под видео подписывайтесь на наш канал если видео было полезным буду очень признательна если вы поставите нам лайки нажмете на колокольчик чтобы первым узнавать о выходе новых наших видео и до новых встреч